В Тюмени началась подготовка к региональному чемпионату WorldSkills Russia 2017. Конкурс пройдет в середине февраля следующего года. А сегодня о том, как идет подготовка молодых профессионалов, на каких площадках и по каким компетенциям пройдут соревнования. А также какие перспективы ждут участников чемпионата, мы поговорим с главным специалистом отдела профориентации, профобучения и психологической поддержки Департамента труда и занятости населения Тюменской области Людмилой Степановой. Людмила Николаевна, доброе утро. Доброе утро. В первом чемпионате, прошедшем в 2014 году, было всего 6 профессиональных компетенций. В 2015 их было уже 11, в 2016 – 19, в феврале 2017 их уже 30. Какие новые? Можно уточню, их будет 33. Вот как. Их будет 33, добавляются 14 новых компетенций. Это отрасли у нас такие, как IT-направление добавляется, расширяется у нас отрасли сельскохозяйственного направления, то есть у нас будет овощеводство, у нас будет ветеринария, у нас будет экология сельскохозяйственных предприятий, добавляется сфера услуг, например, появляется такая компетенция, как администратор отеля. То есть действительно очень много новых. По каким принципам определяются те компетенции? На что Тюменская область делает ставку? Конечно, мы выбираем компетенции в соответствии с теми, которые востребованы на рынке труда. Приоритет. Да, либо те, которые будут перспективными через некоторое время. Поэтому, естественно, это, я уже говорила, IT-направление, это мехатроника, например, да, это строительство, потому что регион у нас строящийся, да, это и кирпичная кладка, это электромонтаж, сантехника, отопление, это сфера услуг, как я уже говорила, поварское дело, кондитерское дело. То есть востребованность и перспективность профессии, основные критерии выбора. Вот относительно участия в чемпионате, на чемпионат участников выдвигают учебные заведения и организации, да, либо можно заявиться индивидуально? Вообще, конечно, это представители учебных заведений, это молодые профессионалы, то есть работники предприятий, организаций Тюменской области. А возрастные ограничения? Есть возрастные ограничения от 16 до 22 лет. Уже определено, на каких площадках пройдет соревнование? Да, уже понятно, что это будет 5 площадок. Это будет, как обычно, Севастопольская выставочный зал, да, Севастопольская 12. Это будет технопарк наш большой на республике. Это снова будет технопарк, но уже госуниверситета. Также появляется у нас площадка. Две площадки будут на базе учебных заведений. У участников есть время подготовиться, да, еще до февраля, но что им важно знать? Вот по каким критериям будут их оценивать и что наиболее важно? На самом деле, вот для участников не будет секрета конкурсные задания. То есть особенностью WorldSkills является то, что конкурсные задания не заранее опубликуются, и у участников есть возможность потренироваться. То есть поработать на качество, по сути? Да, да. А что касается оценки, вы знаете, там очень много критериев. То есть по каждой компетенции порядка 100 различных критерий. Там есть субъективные факторы, объективные факторы. Это как раз, этим достигается, вот, ну, так скажем, выявление настоящих победителей, да, чтобы не было промаха какого-то. Ну, вы правильно сказали, что тут главное подготовиться. Ведь ты понимаешь, к чему? Главное подготовиться. И еще многие сравнивают WorldSkills с Олимпийскими играми. Вот вы согласились бы с этим? Да, я соглашусь. Почему? Потому что, как в Олимпиаде, сначала идет региональный отбор, а дальше тут чемпионаты федерального округа, дальше национальный чемпионат, а там уже как и в футболе. Раз в два года чемпионат Европы, раз в два года чемпионат мира. А как формируются конкурсные задания? Кто будет оценивать конкурсанты? Конкурсные задания – это общий, так скажем, общий итог работы всего экспертного сообщества. Причем экспертного сообщества не только Тюменской области, да, а созданные экспертные сообщества, именно все российские. Возглавляет экспертное сообщество национальный эксперт. За основу берутся конкурсные задания предыдущих чемпионатов, в том числе международных. Они обрабатываются, да, вносятся изменения, согласовываются. И, опять же, особенностью является то, что все региональные чемпионаты по компетенции одной и той же проходят по единому конкурсному заданию. Для того, чтобы можно было сравнить, допустим, результаты наших участников с результатами участников других регионов. То есть такой вот единый получается чемпионат. Что ждет победителей? Победителей. Победителей ждет радость. От собственного успеха. Ну, это понятно. А вы знаете, это действительно очень важно. Видно, как у ребят горят глаза, когда они узнают, что они стали победителями. Это, конечно, поздравления родных, близких, друзей. Ну, а также денежные поощрения, призы наших многочисленных партнеров. Ну, и далее победители входят в команду региональную и едут участвовать на отборочные чемпионаты. А там, ну, если победа, то уже дальше продвигается по ступенькам чемпионата WorldSkills. Уже до международных. А в трудоустройстве льготы и компетенции они получают? Я, наверное, не могу сказать о льготах каких-то. Но сразу хочу сказать, что на чемпионате очень много экспертов. Это работодатели, которые как раз присматриваются к участникам соревнований. И у нас есть такой опыт, например, с компанией Автоград, которая у нас является уже не первый год генеральным партнером именно по компетенции автомеханика. И они говорят о том, что, да, чемпионат помогает им прямо с площадок брать кадры уже готовые. Соответственно, для ребят это трудоустройство на ведущее предприятие. Спасибо огромное за встречу. Мы уверены, что проведение таких чемпионатов, оно, конечно же, поможет повысить престиж рабочих профессий. Ну что же, будем ждать февраля, будем ждать результатов. И ждем вас на августе. Спасибо. До свидания. До свидания.